По конституции 1936 года Казахстан становится союзной республикой. Вместо автономности преобразована в союзную республику. Естественно, принимается конституция Казахстана и одновременно краевой областной комитет партии преобразовывается в республиканскую компартию Казахстана. Проводится первый съезд, это в начале июня, в конце мая, в начале июня 1937 года. А чтобы избрать делегатов на этот съезд, как раз одновременно обсуждение решений февральского-марского плену 1937 года совпало с избранием делегатов на этот съезд, с сослушиванием отчетов городских, районных, областных, партийных организаций. И вот эти конференции партийные длились в некоторых областях на неделю на 8-10 дней. Люди разоблачали. Каждый руководитель выступал с трибуны с признанием своих когда-то совершивших ошибок. Если он что-то упустил, люди напоминали, ты враг народа, ты в таком-то году совершил то-то, то-то. И не раскаиваешься сейчас. И вот это все привело к тому, что в 1937 году, особенно к осени, огромное число людей было арестовано и даже расстреляно. Из Москвы поступает приказ 30447. Это приказ, который предусматривает, скажем, по Казахстану репрессию 13 тысяч человек дополнительно. Это те, которые остатки так называемых баев и кулаков не ликвидированы. Из них по первой категории 10 тысяч человек, это расстрел, и 3 тысячи человек по второй категории осуждены на длительный срок. Еще одновременно поступает приказ, скажем, о разоблачении врагов народа и привлечении к ответственности руководящих работников. Это параллельно. Начиная с 1920 года по 1953 год в Казахстане было подвергнут репрессиям 125 тысяч человек, из них 25 тысяч репрессированы. Вот, например, руководящие работники Казахстана, начиная от председателей колхозов, руководителей районов, руководителей, директоров, скажем, совхозов, машино-тракторных станций, они были арестованы и были сгруппированы в отдельную группу. И в 1937 году в ноябре народный комиссар внутренних дел Казахской СССР, генерал-лейтенант, комиссар госбезопасности 2-го ранга Лев Залин пишет в Москву. В Казахстане выявлено, разоблачено большое число контрреволюционных организаций. И просим, значит, принять меру. В 1937 году, 25 сентября, был арестован Саркен Сейфуни. Он был расстрелян в 1938 году, 25 февраля. А 16 февраля 1937 года Лев Залин, народный комиссар внутренних дел СССР, пишет Сталину докладную. Прошу, значит, утвердить списки, которые, ну, кому подлежит, кто подлежит расстрелу. И в том числе Сакин Сейфунин, Беймед Майлин, Ильяс Джан Сугуру, им вынесли приговоры смертные в феврале 1938 года. А 16 ноября 1937 года, заранее, уже за несколько месяцев, Лев Залин решил их судьбу, как говорится. В начале 1938 года приходит уже утвержденный, подписанный Сталинами и другими членами по либюро список. И в Казахстан отправляется выездная сессия военной коллегии Верховного Суда СССР. Возглавил ее дивизионный военный юрист, это, если перевести на военный язык, это генерал-майор юстиции Алексей Горячев и два его помощника, и плюс секретарь, четыре человека. Приезжают в город Уральск, и там два дня они выносят приговоры в день по 50-55 человек. Туда, в Уральск, были свезены люди, такие руководящие работники местного масштаба, значит, из Гурьевской области и тогдашней Гурьевской, нынешней Магнисталской вместе, в языках Кюбинской области. Затем они приезжают в город Чимкент, и в Чимкенте четыре дня выносят такие же приговоры. Затем приезжают в Алматы, и в 14 дней в Алматы они выносят приговоры каждый день, вот 45-50, иногда 55 человек. Это только расстрелянные приговоры. А помимо этого, ведь ежедневно они выносили приговоры к осуждению на 8, на 15, на 20 лет. Вот так вот. Большой террор получил вот такой размах, и только в конце 1938 года, в начале 1939 года, после многочисленных жалоб со всех концов Советского Союза, идет уже арест и наспад, как говорится. Оказывается, Николай Ижов, Народного комиссара внутренних дел, его самого освободили, вскоре арестовали. Вместо него назначили Народным комиссаром внутренних дел, первого секретаря Грузинской ССР, Лаврентия Павловича Берия. Одновременно, как раз и в Казахстане, скажем, и вообще в Союзе, в других республиках, были арестованы и расстреляны многие руководители местных Народных комиссариатов внутренних дел и областных управлений НКВД. Их обвинили в том, что они сфабриковали многие дела. То есть, таким образом, советская власть старалась заместить следы. В Казахстане, значит, освобожденный в свое время, переведенный там в Москву, Лев Занин там был арестован и расстрелян. Вместо него пришел свояк Сталина Петерс, в Казахстане наркома внутренних дел, он был арестован и расстрелян. И первый заместитель наркома внутренних дел Казахской эссет, который действительно осуществлял все эти репрессии, Владимир Володыцко, он старший майор госбезопасности, он был осужден на 20 лет и умер в начале 1953 года в лагере в Аркуте. Тем не менее, репрессивные меры, они продолжались, даже с приходом Лаврентия Берия. В 1941 году уже началась война, и осень, как раз урожайный год, убирать урожай вовремя было невозможно, не под силу в одной районах, оказалось не под силу. Во многих районах, поскольку людей не хватало, ушли на фронт, техники не хватало. И в Кустанайской области заводят дело против вредителей, врагов народа, что они саботируют выполнение задач военного времени. Пять казахов. Затем получают показания на других. Их вот это становится вообще, как бы, огромное число людей, около 500 человек в Казахстане составляется список. Большое число людей было арестовано, около 500 человек. Как бы в Казахстане до этого действовала контрреволюционная подпольная организация. Туда даже приписали третьего секретаря Центрального комитета Компартии борщиков Казахстана, Минайдара Салина, это бывший работник ОГПУ. И Нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия, засомневавшись, что откуда в Казахстане такая подпольная контрреволюционная организация в начале 43-го года посылает в Казахстан специальную комиссию НКВД. И эта комиссия выявляет, оказывается, это дело сфабриковано, никакой подпольной такой организации нет, и дело приостанавливает. Вот таким образом, вот эти руководящие работники, их число по всем областям около 500 человек, уцелели. Но, тем не менее, 11 человек было осуждено, из них четверо к смертной казни. И вот один из осужденных, это известный писатель Жаек Бектуров, тогда сотрудник газеты «Социалисты Казахстана». Он вышел только после 54-го года, после смерти Сталина из лагерей. В конце 40-х годов, в начале 50-х годов, также прошла волна вот таких репрессий. Скажем, был осужден на 25 лет известный историк, Бегежан Сулейменов, он работник Института истории и этнологии имени Шопанова и Ханам. Ирмухан Бекмаханов тоже в том же институте работал. Каю Мухаммед Ханов, это директор музея Абая в Семипалатинске. Они были осуждены на 25 лет, но где-то лет полтора-два они отсидели в лагерях, и после смерти Сталина они вышли и были реабилитированы. Реабилитация, политический репрессирование тоже длилась очень долго, и имеет очень сложную историю. Это ныне становится известным. В 1952 году, в октябре, то есть осенью, состоялся 19-й сельском партии большевиков. Это как раз на этом съезде была переименована на эта партия в КПСС. И к этому съезду Лаврентий Берия, будучи первым заместителем председателя Совета Министров СССР, как куратор вот этих силовых министерств, написал докладную записку, что в Советском Союзе в лагеря переполнены, миллионы людей в свое время были подвергнуты политическим репрессиям, очень много известных государственных деятелей, деятелей культуры репрессированы, и следует их реабилитировать, возвратить их имена народу. Эта его докладная записка, оказывается, тогда не была рассмотрена. И вскоре, в 1953 году, 5 марта, Сталин умер. 12 марта уже опять вновь назначенный первым заместителем председателя Совета Министров СССР и одновременно министром внутренних дел СССР Лаврентий Берий 19 марта 1953 года на заседании секретариата ЦК КПСС опять вставит вопрос уже о культе личности Сталина. Он в мягкой форме, о преодолении культа личности Сталина, его последствий и о необходимости реабилитации вот этих политически репрессированных. Тогда при Берии как раз по его инициативе было выпущено из лагерей около миллиона человек, которые были осуждены на 5 лет. Естественно, там была ошибка, что вместе с этими политическими осужденными были выпущены люди, которые были осуждены по уголовным статьям. Испугавшись инициативы Берии, тогдашний первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев собрал группу, оказывается, вокруг себя. Первый секретарь ЦК Компартии Украина в 1937-1938 годах он сотнями подписывал расстрельные списки, сам инициировал. Например, только когда он был первым секретарем Московского горкома партии, он инициировал на 32 тысячи человек от репрессий. Ну и другие, скажем там, руководители или члены полипюро, руководители Советского государства, как Вячеслав Молотов, Георгий Маленков, Анастас Микоян, Климент Ворошилов, маршал. Они все другие в свое время подписывали разные вот такие списки расстреляй из разных мест. Испугавшись этого, что вся ответственность за тем, Берия на этом не остановится, может разоплачить и их самих. И под эту марку Никита Хрущева организовал людей и обвинил Лаврентия Берия. И 25 июня 1953 года его арестовали. Затем, значит, в осень 1953 года в конце объявили, что состоялся суд. Он оказался таким. Даже вообще, можно сказать, его за человека можно не считать. Чуть ли не 700 с чем-то женщин он в свое время изнасиловал. А оказывается, это все просто выдумка. И ныне другое дело, что документы открываются. Даже секретные папки Сталина. Я в 16-м году, в декабре, ознакомился со многими материалами. Скажем, секретные папки Иосифа Сталина. Это туда попали документы по Советскому Союзу. Ежедневные самые наиболее значимые события или происшествия докладывались лично ему, наркомам внутренних дел, Лаврентиям Берия или же его первым заместителем Иваном Серовым. Реабилитация началась после смерти Сталина уже с 54-го года, незаметно. Людей, которые были осуждены наибольшим сроком, наибольшим сроком называется 8 лет в основном, по 58-й статье. Это контрреволюция, антисоветская деятельность. Их начали выпускать, а в 56-м году, в феврале, состоялся 20-й съезд КПСС. Уже первый секретарь ЦК КПСС Хрущев там выступал, докладывал. Ну и 26-го февраля, в последний день, уже после закрытия съезда, он провел еще одно заседание. Озвучил свой секретный доклад о культе личности Сталина и преодолении его последствий. А в основу этого доклада легла докладная записка Лаврентия Берия. Даже, оказывается, Лаврентия Берия в свое время вот эту докладную записку готовил академик Поспелов, впоследствии Прихрущев, член Политбюро ЦК КПСС, главный редактор газеты «Правда», главный идеолог страны. Реабилитация интересная, она проходила выборочно, хотя и в массовом порядке людей было-то репрессировано очень много, 682 тысячи только по Советскому Союзу были расстреляны, оказывается, за эти годы. А проходили через лагеря около трех миллионов. Сакен Сейфулин и другие были реабилитированы, восстановлены, значит, биографии, стали издаваться труды, а в биографиях писали. Все хорошее там, как они, чем занимались, кем они были, а потом в конце. В разные годы, разные сроки их кончины. Сакен Сейфулин якобы умер в 43-м году. Или Аджан Сугоров там погиб, или умер в лагере в 43-м году. А на самом деле выясняется по этим спискам горячего, а их в тот же день, скажем, через 15 минут им вынесли приговор, и в тот же день расстреляли. И списки, и вот эти справки даже есть, что приговоры приведены в исполнение. Я сам в свое время в составе комиссии, в 91-92-м годах работал в архиве КНБ, бывшего НКВД, через половину месяца видел эти справки, многие из них. И там просто констатировался факт, что эти люди стали жертвами культа личности Сталина. За что были осуждены, за что они расстреляны, не говорилось. И только в конце 80-х годов, в начале 90-х, когда стало возможным об этом говорить, стали писать о причинах репрессий того или иного человека, в чем он обвинялся. Были реабилитированы участники движения Алаш и Алаш-Арда, Ахмед Байтурсунов, Алихан Букиханов, Макжан Джумабаев и другие, Жуспега и Маотов. Они только в 90-е годы были реабилитированы. Ныне по всем областям Казахстана, вот изданы книги «Скорби», это расстрельные списки по областям Казахстана. Есть такое историко-просветительское добровольное общество «Аделет». Ну и еще плюс мемориал, это общий там по всему Советскому Союзу, мемориал – это общество жертв политически репрессированных людей. И вот этот комитет национальной безопасности Республики Казахстан предоставил институт и историю этнологии имени Чаканова-Алиханова и общества «Аделет» списки по всем областям, кто был репрессирован. Не только расстрелян, но даже был выслан, сослан там на какой-то срок из одного района в другой или из одной области в другой, или осужден на какой-то срок. И вот на основу вот этих списков по всем областям были изданы книги «Скорби». И процесс этот продолжается до сих пор, поскольку, скажем, в 30-е годы, в голодные годы люди не так просто так умирали, а во многих районах, областях люди поднимались на восстания. По всему Казахстану происходили крестьянские восстания, около 400 их. Это особенно в 30-м, 30-м, 31-м, 32-м годах республика находилась почти в состоянии гражданской войны. И вот при подавлении вот этих восстаний очень много людей погибло, были осуждены. И вот эти люди, они не реабилитированы. По закону о реабилитации жертв массовых политических репрессий от 12 апреля 1993 года, многие из них не подлежат репрессии, поскольку с оружием в руках они сопротивлялись властям. Точно так же не реабилитированы военнопленные, бывшие времена Второй мировой войны. Их обвиняют в пособничестве врагу, а при чем тут, значит, пособничеству врагу? А они же не виноваты, что Советское государство или Наркомат обороны Советского Союза не принимало необходимых мер для укрепления обороноспособности страны. Если в первый период войны, только за 4 года начала войны, почти 2 миллиона советских солдат и командиров попали в плен. Субтитры создавал DimaTorzok